Чем ближе время подходит к летнему сезону, тем большее количество девушек задают вопрос действительно ли необходимо использовать крем с высокой степенью защиты, если вы не едете на море и собираетесь все лето провести в вашем городе? Или же это маркетинговый ход и отлично с этими задачами справится ваш обычный дневной крем, ведь он же тоже содержит СПФ защиту? Вот в этом видео постараюсь ответить на все возможные вопросы по поводу СПФ кремов, покажу как их использовать, как их обновлять и как их смывать и кому действительно не обойтись без крема с высокой степенью защиты. Итак вы уже знаете, что для того чтобы нанести любой крем нам вначале необходимо умыть нашу кожу лица. Я использую спонж коньяк, вот тут появится видео, где вы сможете узнать побольше про этот спонжик. Возьмем наше очищающее средство, небольшое количество, наш кремушек, дальше мы наносим сыворотку и на этом этапе нам необходимо определить какой крем использовать. наш обычный дневной крем с СПФ защитой 30, который у меня тоже и от А и Б лучей или же специальный крем с высокой степенью защиты СПФ 50 и тоже который будет у нас от А и Б лучей. Давайте пару слов скажу про А и Б лучи. Значит Б лучи. Очень легко запомнить английское слово бронз, которое обозначает красивый цвет кожи, загар. Этот крем защитит нас не от самого загара, а от того чтобы мы не сгорели. То есть у нас не будет вот это покраснение и потом конечно же солнечный ожог и не будет у нас потом наша кожа облазить. Поэтому девушки, которые любят очень красивый загар, не беспокойтесь, обязательно используйте степень защиты от солнца и ваш загар будет красивый и надолго. И вот эти А лучи видите в кружочек обведено, это важно. Вот европейский стандарт у нас ОВА пишется и обводится в кружочек, азиатский стандарт пишет П и плюсики. И чем больше плюсиков до 4, тем лучше степень защиты. То есть может быть П и 4 плюсика. Это просто тот же вариант, но на азиатский манер. Итак, от А лучей. А можно запоминать тоже с английским словом age, то есть возраст. Именно А лучи проникают очень глубоко в нашу кожу, разрушает коллагеновые эластиновые волокна и наша кожа имеет такую фотопамять. Она знает то количество лучей, которое за всю жизнь попало на нашу кожу. И чем старше мы становимся, тем больше мы становимся подвержены вот этому воздействию ультрафиолета лучей А. И тем еще больше и быстрее наша кожа стареет. На самом деле один из самых серьезных факторов, которые влияют на старение кожи, это ультрафиолет. Мы можем с вами стараться наносить огромное количество разных сывороток от морщин для упругости, но если мы нашу кожу не будем защищать от ультрафиолета, то он разрушит все то, что мы годами создавали и то, что мы пытались сохранить. Поэтому, да, мы обязательно будем использовать СПФ-защиту, но вот я вам сейчас расскажу, как определить, какой из этих кремов необходимо использовать прямо сегодня. Итак, вы заходите на прогноз погоды и обращайте внимание, какой уровень УФ-излучения в вашем городе сегодня. Если у вас ожидается УФ-излучение выше четырех, то тогда вы можете использовать повышенную степень защиты от солнца. Если в вашем городе 5, 6, 7 или 8, то тогда чем выше вот это УФ-излучение, тем больше есть плюсов использовать именно СПФ-50. Если в вашем городе 10 или 11, то тогда это вообще время, когда не рекомендуют выходить на солнце, можно передвигаться по городу только в широкой шляпе и где-то в тени. И да, это не только про те города, которые у нас находятся на море, но даже те люди, которые живут в средних широтах, именно во время полудня солнце достигает такого максимума, когда ультрафиолет, он очень сильно может оказывать вот это вот воздействие на нас. Поэтому я утром смотрю прогноз погоды и смотрю те часы, когда я планирую быть на открытом солнце. И если там высокое УФ-излучение, то тогда я использую СПФ-50. Таких дней в неделю может быть 2 или 3, но именно в эти дни я использую такую степень защиты. В остальные дни я могу использовать СПФ-30. Если же у вас очень светлая кожа, то тогда даже если УФ-излучение у вас четверочка, но вы понимаете, что вы большое количество времени, особенно в полуденный день, вы будете находиться на улице под воздействием солнца, тогда вы можете использовать СПФ-50. Это вам никак не повредит, а наоборот поможет сохранить молодость и красоту вашей кожи. Если же вы в этот вечер накануне использовали кислоты, это может быть витамин С или пилинги, или альфа-гидроксикислоты, если вы использовали ретинол, то тогда для того, чтобы сохранить действие вот этих антивозрастных продуктов, нам необходимо будет использовать СПФ-50, даже если ваша кожа имеет очень темный цветотип. Запомнили? Мне кажется, очень простое правило, и каждая девушка справится. И давайте я вам покажу, как его наносить, этот крем. Значит, обратите внимание, у нас тут есть вот такая баночка с открытой крышечкой, и тут у нас 12 месяцев, то есть когда я его открою, в течение 12 месяцев он будет годный. И если вы его открываете в апреле месяце, то в следующем году, в апреле месяце, вам необходимо этот крем выбросить. Поэтому на каждый сезон я покупаю один или несколько баночек крема. Теперь по поводу количества. Для того, чтобы укрыть нашу кожу, в среднем необходимо 1 мл крема. Это 1 3 чайной ложки. Представили себе чайную ложечку, ну то есть это такое хорошее количество крема. Вот этот крем, он очень легкий, он такой лосьонообразный, и он не утяжеляет кожу, не комедогенный, то есть не будет у вас забиваться поры. И также он не делает белый цвет, белесый такой цвет, потому что очень многие крема с высокой степенью защиты, они как раз вот это и делают, белый такой цвет неприятный. И также они бывают текут, они бывают неприятные, и после них не хочется наносить макияж. Этот же крем разработан как праймер под макияж, и вам будет очень комфортно наносить вашу любимую тональную основу. Еще скажу по поводу тональной основы. У меня девочки спрашивают, а вот у меня в тональной основе SPF тоже есть, вот 25. А вот можно мне и им пользоваться, если я буду использовать 30 и 25, оно же типа сложится, да, типа у меня будет 55. Нет, фильтры работают по принципу тот, который наибольший, он и будет работать. То есть SPF 30 он будет, 25 он тогда не будет вообще работать в данном нанесении. Единственное, что из-за того, что мы нанесем крем, и потом еще нанесем тональную основу, сам слой SPF защиты, он будет чуть толще. Поэтому только вот с этих соображений я всегда использую на лето и SPF защиту, и в тональной основе, и в нашем кремике. Но он не превратится в 55. Итак, количество. 1 миллилитр. Тут у нас 30. Соответственно, на 30 активных солнечных дней. Потому что нам нужен 1 миллилитр на нашу кожу. Понимаете? То есть, если вы живете, и у вас солнце очень активное в вашем городе, если у вас очень часто УФ излучение 5 и более, если у вас уже возрастная кожа, если вы используете антивозрастные продукты, тогда вам возможно на лето нужно 3 баночки такого крема. Но никак не такая одна баночка на все лето, знаете, для возрастной зрелой кожи. Нет, там будет, вот я бы вот возрастной зрелой предложила использовать такой крем на все лето. Мы открываем. И сейчас я вам покажу. Он такой, видите, как лосьончик. И мы можем этот крем просто вот сейчас нанести и распределить. За 15-20 минут до выхода на улицу наносится крем с СПФ-защитой. И крем с СПФ-защитой вы можете нанести не только на лицо, но также и на шею, и на декольте. Потому что наша кожа шеи, если вы ее не укрыли, вот видите, мне даже, кстати, на носик не хватило. На нашу шею, если вы ее не укрыли от ультрафиолета, то она тоже будет подвержена вот этим признаком старения. А вам оно надо, да, поэтому использовать эти дорогие продукты для шеи. Пахнет потрясающе. И на уши. Если вот у вас волосы вот как у меня сегодня прикрыты, то тогда можете на уши не наносить, но на вот шею, особенно декольте нанесите, пожалуйста. И тогда вам такого крема хватит, может быть, не на 30 дней, а на 15 дней, но того самого активного солнца, когда оно есть. И вот сейчас 20 минут пройдет, и можно уже наносить макияж. По ощущениям он не липкий, не жирный, он не сделал белой вот этой пленки, и он очень такой невесомый и легкий. В отличие от многих кремов, которые вот, ну, наподобие продаются. И как обновлять крем, и как, ну, вообще вот происходит вот эта же степень защиты. Значит, смотрите, это химические фильтры, которые защищают нашу кожу. Давайте представим, как армия солдат, которая сейчас на нашей коже, она вот 15 минут собирается мыслями, и через 15 минут она уже будет готова нас защищать. Мы выходим на улицу, там попадает на нас вот этот луч А и Б, и солдат умирает. И так как у нас вот эти солдаты укрывают, их у нас много, то в течение двух часов, ученые посчитали, погибнет вся вот эта армия. И нам необходимо будет обновить наш крем с СПФ защитой. Если вы находитесь на открытом солнце, то тогда вы посчитали, что два часа прошли, вы идете в тень, вы смываете. Вы можете использовать, допустим, вот любой продукт, который содержит масло. Вот у нас гидрофильное масло идеально для этого подходит, или же вы можете использовать даже просто ваше обычное средство, оно тоже содержит липиды, оно будет тоже убирать СПФ защиту. Но если вдруг вы наносили большой слой СПФ защиты, то тогда лучше смывать гидрофильным маслом. Итак, вы побыли на солнце, два часа прошло, вы знаете, что все, ваша армия погибла. Вы идете в тень, берете ваше гидрофильное масло, но если вообще ничего нет, берете просто мицеллярную водичку, протерли вашу кожу. И дальше вы снова наносите крем с СПФ защитой 1 мл из расчета на наше все лицо и плюс шею, декольте. И дальше 15 минут подождали, и выходим снова на солнце на 2 часа. Именно 2 часа будет на открытом солнце действовать ваша защита. Если же вы обычный человек, который утром просыпается, идет на работу и вечером возвращается домой, то вот то время, пока вы, возможно, прошлись от дома до работы и с работы домой, даже если в это время было солнце активное, то вам одного нанесения достаточно будет. Вы нанесете макияж, вам не надо макияж смывать на работе и потом дополнительно его опять наносить. Вот. Это касается именно тех случаев, когда вы непрерывно находитесь на солнце. Это может быть дача, это может быть прогулки летним днем. Пожалуйста, зашли в городе в кафешку, взяли там себе прохладительные напитки, нанесли, обновили себе свою степень защиты и пошли дальше гулять. Или же используйте широкополые шляпы. Это тоже очень модно и красиво, и тоже вас будет дополнительно защищать. Ну и не забывайте про защиту глаз, потому что вот эти А-лучи, они воздействуют на роговицу глаза, и, конечно же, это тоже очень-очень вредно для наших глазок. Пишите ваши вопросы, буду очень рада.